За окном минус пять, а свод работает в усиленном режиме. Несчастные случаи фиксируются по всей стране. За последние три недели тонкий лёд стал причиной гибели 11 человек. В числе жертв, как правило, дети и рыбаки. Раз 15 провалился. По-серьёзному. Ну как провал, главное не теряться. Провалился в основном по своей вине. Нередко неосторожные движения, а впоследствии провалы под лёд – результат воздействия алкоголя. Такой беспечности спасатели могут лишь противопоставить свою боеготовность. Успеть за считанные минуты вытащить из ледяной воды пострадавшего. Отработка действий в обязательной программе подготовки к зимнему сезону. Работники освода постоянно патрулируют все места пребывания рыбаков. Проверяется толщина льда. Проводятся беседы с рыбаками. Навозятся ледовые переправы. Обозначаются места переходов через реку. На ЧКУ и МЧС спасатели проводят учения на лесном озере. На номер 112 поступает сообщение о тонущем молодом человеке. Расчёт пребывает в экипировке. Начальник смены оценивает обстановку. Пострадавшего достают, перекладывают на специальную доску и вытягивают на берег. В основном выходят на озёра, где много растительности, кустов. И вот через них пробираться очень тяжело. И это, наверное, самая большая сложность. Как только поступает нам сигнал, выезжают сразу службы взаимодействия. В данной ситуации это будет скорая. Надёжным считается лёд прозрачный. Зеленоватым оттенком, толщиной не менее 7-10 сантиметров. За последним фактором следят на станциях освода. Рыбакам специалисты советуют брать с собой маленький лом, пару заточенных шильев, шнур или верёвку. Но главное – не выходить в одиночку и без лишней надобности. Ольга Васенда, Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруиск, 360.